Благодарю Лиза, благодарю. Двух механических хорошего качества сегодня звук. Раз, раз, раз. Как вам сегодня? Двух не прорывается. Механическая. Очень хорошо. Все здесь мы начинаем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Игорь Негода. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Игорь Негода. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . . . Спасибо. . 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 Добрый вечер всем. рада приветствовать всех участников конференции. Как слышно меня? Оставьте пятерочки. Всем не слышно хорошо. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Как мне не слышно? Алина. Натальевич. Липа. Благодарю. Завершите представиться. Натальевич. Благодарю. Натальевич. Оставьте, желательно. Оставьте. Соглас上. Оставьте, желательно. Оставьте. Все на громкую связь, пожалуйста, у себя риберируйте громкость. А Алина тоже тихо говорит, что будем сейчас ассибирировать. Раз, 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 как сейчас слышно. Раз, 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 как меня слышно? Раз, 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 сейчас лучше слышно? Валентина, так лучше Алина, уже лучше. Благодарю. Интересна ли вам сегодняшняя тема? Кто слышал про паразитозы? Наверное, каждый из вас хоть раз в жизни сталкивался с этой задачей в прямую. Так, Ирина, слышно меня? Раз, раз, раз. Что в ваших понятиях, в вашем представлении паразитов? Паразиты – это насекомые, да, или не насекомые, но это живые существа, которые обитают в человеке, в животных обитают и у них есть разные стадии развития. И сама жалуется Ирина. Попробуйте, Ирина, перезагрузить компьютер. Всем остальным меня слышно? Всем остальным слышно, прекрасно. Мы сегодня собрались не для того, чтобы до тонкости обсудить, кто такие паразиты и что они себя представляют. Основная задача моя сегодня – дать вам общее понятие, почему возникает паразитоз у человека и как можно справиться с паразитами, не навредить самому человеку. Поскольку паразитарная инвазия распространена во всем мире, и сейчас, так как люди путешествуют, регион расширился, и человек может из-за рубежа привести своих паразитов, что называется, вдобавок к региональным паразитам. Поэтому врачам приходится сейчас сталкиваться с различной клинической картиной, и часто люди жалуются на боли в животе, отсутствие аппетита, высыпание на кожу, тошнит человека. То есть могут быть такие вот жалобы, которые могут говорить и о паразитарной инвазии, и о других заболеваниях. Иногда даже человек попадает на операционный стол совершенно зря, его оперируют и не находят аппендицита, не находят инвагинацию. А причиной такого хирургического вмешательства может быть как раз паразитарная инвазия. Я как детский врач сталкиваюсь именно с паразитарными инвазиями чаще, чем другие специалисты. Потому что дети это активно познающие мир людей, особенно в дошкольном возрасте. И по статистике, неофициально, конечно, в нашей стране порядка 90% детей дошкольного возраста инфицированы паразитами. Чем чаще всего в России сталкиваются родители? Это с энтеробиозом, с аскоридозом, лямблиозом. Заметили в названии у всех этих паразитозов? Ост на конце. Лямблиоз, энтеробиоз, аскоридоз. Так вот, когда начинаешь говорить с родителями этих детей и объяснять, что у вашего ребенка паразитарная инвазия развилась не просто потому, что он что-то грязное вроде взял, А связано это с исходным иммунным статусом ребенка, с иммунитетом. С иммунитетом не только одного малыша, но и всей семьи. Потому что питаясь в семье, питаясь в дошкольном учреждении, у ребенка есть определенный запас прочности организма. И доказано, что сейчас нехватка микроэлементов и витаминов очень сильно снижает иммунитет. Именно состояние иммунитета от его прочности, устойчивости, иммунных реакций к стрессовым каким-то воздействиям. Паразитоз это стресс для организма, любая болезнь это стресс для организма, необходимы дополнительные силы иммунной системы, необходимы силы нервной системы, необходимы силы эндокринной системы. Эти три системы, мы с вами говорили, составляют систему саморегуляции в организме. Так вот, кишечник это то место, где чаще всего обитают паразиты, и им там очень вкусно и тепло, что называется. Они питаются тем, что попадают в кишечник. И почему ребенок, который заразился лямблиозом, очень любит сладости? Где же тут причина? Либо лямблиоз вызывает тягу к сладкому, либо все-таки лямблии приходят к тому ребенку, который любит сладости. И в семье этого ребенка чаще всего я вижу на столе много сладостей. Это говорит о том, что и взрослые это любят, да, то есть и родители любят есть столько вкуснее к чаю, и пирожные, и конфеты, и печенюшки. А печенье из тех сладостей, которые сейчас, к сожалению, есть у нас на рынке, это не самое полезное для ребенка и для всей семьи. Потому что повышенная потребность возникает после употребления сладкого в витаминах группы В. И ребенок с нехваткой витаминов группы В в организме, соответственно, реагирует на любую паразитарную инвазию тем, что заболевает этой инвазией. Потому что иммунная система при нехватке витаминов, она не может самостоятельно справиться с паразитами, с инфекциями. Так. Просто добавить звук. Уже некуда добавлять, дорогие мои, звук на полную мощность. Так. Действительно плохо слышно? Раз, раз, раз. Можно еще погромче. Попробуйте на своих компьютерах отрегулировать громкость. У меня полная громкость, уважаемые. Больше не получится. Не получится, да. Таким образом, паразитарная инвазия приходит к тому человеку, у которого страдает иммунитет исходный. И сама паразитарная инвазия также добавляет угнетение иммунитета, снижение иммунитета. Так где найти выход из этой ситуации? Выход есть. Замечательный выход, если человеку объяснить, что иммунную систему можно и нужно оздоравливать, поддерживать. Собственную систему саморегуляции можно восстановить, это хорошая новость, без помощи таблеток, без помощи химических средств. И для многих родителей проще пойти в опеку, купить антигельминтный препарат, антипаразитарные называются еще они препараты, одну таблетку в день и вы свободны от гельминтов. Но это самообман, потому что гельминты имеют свою скорость развития. Если часть препаратов антигельминтов воздействует только на живые осады, не воздействуя на личиночную форму, то возникает риск того, что живые паразиты погибнут в организме под действием препаратов и останутся, что называется, личинки, яйца гельминтов останутся. И они будут продолжать существовать, развиваться и произойдет повторное инфицирование. Что делать в таких ситуациях? Я предлагаю родителям, прежде всего, обратить внимание на водный режим. С этого нужно начинать, чтобы ребенок научился пить воду. От кого это зависит, пить воду или не пить воду? Сейчас много спорных вопросов на эту тему. Кто-то в телевидении даже говорит, что не пейте воду в таком объеме, почки не справятся. Но мы с вами сознаем, что благодаря именно воде мы с вами существуем. Наши биохимические процессы в организме протекают правильно. И человек, который умеет пить воду, он будет спасен. Он будет спасен от многих хронических заболеваний. И в том числе, если ребенок пьет воду, то вероятность развития паразитарной инвазии у него меньше. Как научить ребенка пить воду? Как научить всю семью пить воду? У нас с вами есть прекрасный продукт из мангустина, сок санга. Что делает сок, если мы добавляем его в воду и даем ребенку натощак за 30 минут до еды? В такой дозировке, как чайная ложка на стакан для ребенка до школьника, для ребенка-школьника это 30 мл на стакан воды. Это будет работать как желчегонное средство. Мягкое, желчегонное средство, которое позволяет своевременно выделить желчь в 12-серстную кишку. И желчь это естественная защита организма от паразита. Именно у людей, у кого есть загиб желчного пузыря, есть такой диагноз, как дискинезия желчеводящих путей. Почему-то именно им достаются лямблиозы, то есть паразитарная инвазия лямбли. Они любят там, где нет желчи, где ее мало. Они очень хорошо развиваются в кишечнике, в 12-перстной кишке. Но стоит человеку дать в течение хотя бы 21 дня, это минимальный струк, 21 день, дать желчегонную легкую терапию. Плюсом, танго, ангустин сам по себе обладает антипаразитарным действием. Кроме того, что он желчегонное действие проявляет. И человек может забыть о паразитозе, особенно о его таком ярком проявлении. А как проявляется лямблиоз? У детей может даже температура подняться. У детей начинаются кожные высыпания. У детей меняется характер. Появляется плаксивость, капризность. Появляется раздражительность. Возбудимость повышенная. Чем связаны все эти признаки паразитоза? Да именно с тем, что паразиты, приходя в кишечник, нарушают усвоение витаминов группы В. И мы знаем с вами, что витамины группы В особенно нужны нервной системе. Конечно, если их не хватает, то ребенок будет пялый, раздражительный, капризный, плаксивый, плаксивый, еще лямблиозы называют это паразиты плача. То есть вызывают у ребенка безпричинный плач. Поэтому таким детям рекомендуйте смело использовать сок санга на ежедневной основе. Лучше всего, конечно, чтобы каждый день получал ребенок этот продукт, как профилактику паразитарной синвазии, как профилактику вирусной конферции, как профилактику снижения иммунитета в результате путешествия. Если ребенок с семьей путешествует, а сейчас это распространено, чтобы в путешествии не было у ребенка инфицирования местными паразитами, чтобы он не все справился со всеми атаками паразита и, соответственно, был здоров. Что еще я скажу про действия мангустина на ребенка, на взрослого человека. То есть ребенок, так же, как и взрослый, под действием природных веществ, воспринимаемых организмом как родное, собственное, близкое к нему, потому что все, что произведено природой, травой, плоды, ягодой, все это нам близко по своему происхождению для человека. То, что создано химическим путем, к сожалению, может вызвать реакцию отторжения иммунной системы. Так вот, если ребенок получит мангустиновый напиток санга, если он вместо таблеток будет его использовать на ежедневной основе, то ему и не придется пить химические препараты. Не придется принимать именно антипаразитарные препараты. Что касается питания. Какое питание ребенку рекомендовать, если уже известно, что у него обнаружили паразиты. Конкретно расскажу про лемблиоз, на примере лемблиоза. Так вот, сприты инва-1 паразитарные нужно полностью исключать сладости. Нужно полностью исключать изделия, из муки высшего торта. Полностью нужно исключать продукты, которые содержат маргарин и жиры. Кондитерский жир, растительный жир, комбинированные жиры. Эти изделия, почитая, эти суставы различных сладостей, они как раз входят в гидрогенизированные жиры. Это тортики, это пирожные, это течение, это бафли. То есть вот эти изделия, они содержат то, что любит паразит. И если мы с вами продолжаем баловать ребенка сладостями, мы кормим его паразита. Можно заменить ли сладости на полезные? Да, конечно, можно. И сейчас есть такая возможность оздоровить ребенка, используя полезные сладости. Сук это полезно и вкусно. Да, и детям многим нравится. Вы можете приготовить ребенку коктейли. Вы можете приготовить его не только с соком, но и с протеином. Это будет и вкусно, и полезно. Протеин Фавао – замечательный продукт для детей и для взрослых, который дает силу иммунной системе. То есть, пожалуйста, рекомендуйте для взрослых и для детей систему Фавао. Если у ребенка на сегодня нарушено желчное отделение, особенно у детей с хроническими проблемами в кишечнике, рекомендуйте не только протеин Фавао, но также клетчатку Фавао. Летчатка, что она дает? Она дает действительно прекрасную очистку прежде всего и питание флоры с кишечником. Ведь от того, как наша иммунная система будет работать, будет зависеть, справится ли собственный организм, собственная иммунная система с паразитами или нет. Почему многие из вас получили результаты на приеме Фавао и сокок санга? Получили результаты именно с первых и по паразитам. Поставьте, пожалуйста, четерочки. Те, кто видел, как на соки санга выходили живые паразиты, именно живые паразиты покидали организм. Связано с чем это? Связано это именно с тем, что паразиты под действием антиоксидантов, под действием ангустина выходят живыми из организма. Собственная иммунная система запускает очистку, ставит омега, ставит надежда. Были такие случаи, когда организм очищался от паразитов уже в первый месяц использования напитков санга и системы Фавао. Связано это именно с положительным действием мангустина на нашу иммунную систему. И, конечно, система Фавао замечательно очищает каждый уголок нашего организма. И паразиты могут существовать не только в кишечнике. Есть форма существования паразитов в лёте, есть форма существования паразитов в ткани печени. Этинококсии существуют даже в ткани мозга и вызывают эпилетические приступы. Поэтому паразитоз может проявляться очень по-разному. Трудно порой его поставить, этот диагноз. Не так давно один из наших дистрибьюторов задаёт вопрос. Ребёнок попадает в больницу с повторными приступами крапивницы. Что такое крапивница? Это острое состояние, это неотложное состояние. Аллергическая реакция. Врачи заподозрили, что связано это состояние с паразитарной инвальцией. И действительно, при обследовании нашли таксокары. Таксокары – это паразиты, которые могут действительно сильно менять состояние иммунной системы. И что такое аллергическая реакция? Это проявление дисбаланса в работе иммунной системы. Это гиперреакция иммунной системы на чужое. Гельмин – это чужое для человека. Паразит – это чужое для иммунной системы. И на фоне вот такой инвазии у ребёнка повторяются приступы крапивницы. Отёк. Отёк, квинфи, это называют это состояние. Неотложное состояние, требущее госпитализации. Мама просто в отчаянии, потому что ребёнку приходится в этот момент получать в больнице серьёзные препараты, сами влияющие на иммунную систему. Кто делает в больнице?